КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА Кроме того, во время этого нападения было зафиксировано по крайней мере два взрыва. На данный момент официально известно о 143 погибших. Об этом сообщает Следственный комитет России. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, количество жертв будет расти значительно. Минздрав Подмосковья опубликовал список, и в нем имена 41 погибшего. ФСБ отчитывается о более 140 пострадавших. Среди них есть дети. У многих пострадавших огнестрельные ранения и отравления угарным газом. 16 пострадавших, в том числе один ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии. Раненых службы спасения доставляли сразу в несколько московских больниц. Я подружала, под дверь я дышала. Через какое-то время выползла. Три, наверное, что-то четыре. Выползла, смотрела, сидя полтыль. Поползла к выходу и поняла, что уже никого нет. Надо понимать, что все цифры, которые я сейчас называю, они, к сожалению, скорее всего, не окончательные. И в пострадавшем от пожара здании еще не осмотрены все помещения. До сих пор идет разбор завалов. В момент нападения в здании концертного комплекса могли находиться более 6 тысяч зрителей. Такова вместимость большого зала без установки дополнительных мест. По данным организаторов, почти все билеты на вчерашний концерт группы «Пикник» были распроданы. Еще раз о том, как разворачивались события. Примерно в 20.00 к зданию концертного зала прибыли вооруженные люди. Большинство свидетелей говорят о том, что это были бородатые люди в камуфляже с рюкзаками, вооруженные автоматическим оружием. Некоторые из них якобы были в масках. Один из очевидцев утверждал, что увидел в руках нападавшего огнемет. Машину с террористами, пока неизвестно общее число машин и самих нападавших, снял видеорегистратор, проезжавший возле Крокус-Хола легковушки. Выходивших из белого Рено вооруженных людей поначалу приняли за игроков в страйкбол. Позже Рено попадет в оперативку спецслужб и полиции. Вероятно, снимок этот был сделан, когда автомобиль превысил скорость. Террористы проникли в главный вход, расстреляв стоявших возле дверей зрителей. Вероятно, среди первых жертв также были билетеры и охранники. Далее как минимум трое нападавших зашли в зрительный зал и открыли огонь по тем, кто уже занял свои места и ждал представления. Террористы бросили гранату или зажигательную шашку, они, возможно, и лежали в рюкзаках. После этого раздался взрыв, начался пожар. Зрители легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Стрельба продолжалась и в фойе. Очевидцы видели пятерых бородатых мужчин с рюкзаками. Они были явно хорошо подготовлены, действовали уверенно, знали, куда идти и что делать. После того, как были брошены гранаты и, возможно, коктейли Молотова, в других частях здания и в зрительном зале начался пожар, который перекинулся на верхние этажи и крышу. Примерно в начале 11-го вечера стали поступать сообщения о том, что начала рушиться кровля. Эксперты, видевшие видео, записанные внутри здания, отмечают, что не видно работы спринклеров, которые должны были автоматически разбрызгивать воду при задымлении и появлении открытого огня. Но при этом на некоторых роликах слышна пожарная сигнализация. Значит, все же система сработала. Скорее всего, вопросы по системам безопасности здания будут заданы его владельцу. И о нем немного позже. В Крокус-Сити-Холл прибывают сотрудники СОБРа Росгвардии и спецназ ФСБ. Об этом сообщил источник РТИ. Как проходил штурм и сколько он длился, доподлинно сказать невозможно. По одним данным, после прохода бойцов спецназа в здание какое-то время была слышна активная перестрелка. По другим террористам, по крайней мере, некоторым из них, удалось покинуть здание еще до начала спецоперации. Пожарные расчеты прибыли оперативно. Над горящей крышей кружили вертолеты со средствами пожаротушения. Но поскольку в здании шла спецоперация, пожарные не сразу смогли приступить к работе. На улице тем временем саперы отцепили парковку и искали автомобиль, в котором террористы могли оставить взрывное устройство. Затем, что происходило вокруг Крокус-Сити-Холла, этой ночью наблюдал мой коллега Илья Егоров. Это парковка возле Крокус-Сити-Холл. Туда никого не пускают. И, очевидно, после сообщения о том, что на парковке находится заминированная машина, сейчас спецслужбы там с собаками работают. Все оцепили. Вот это все стоят. Просто очередь из журналистов-фотографов, которых нет и дают дальше. Все стоим сейчас на мосту. Иногда мост так потряхивает от каких-то толчков. Непонятно, что это, но ощущение так сильно. Тем временем, крайне странная ситуация произошла. Мужчина вышел на проезжую часть, не послушался ни сотрудников ДПС, ни ОМОН. Оказалось, что у него в рюкзаке маленький топорик, как он выразился, для самозащиты от террористов. В контейнере какие-то еще таблетки. Сразу его поставили на колени, все изъяли. И вот он сейчас стоит и объясняется с сотрудниками спецслужб. И следом тоже странная ситуация. Мужчина решил прорваться через сотрудников ОМОН, растолкал всех журналистов, явно нетрезвый. Но у него ничего не получилось. Незадолго до полуночи депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что из-за сильного задымления сотрудники СОБРа, Росгвардии, покинули здание концертного комплекса. Хинштейн сказал следующее, цитата. Несмотря на пожар, спецназ полностью отработал подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили тела погибших. Конец цитаты. И еще одна важная деталь. Параллельно с концертом группы «Пикник» в здании проходил детский конкурс бального танца. Танцевальный зал находился в верхней части здания. Сейчас, похоже, от него мало что осталось. Подписчик Маш рассказал этому изданию о том, как он самостоятельно, без помощи сотрудников комплекса, выводил свою семью и еще около 50 детей в безопасное место. Кстати, зрители, пытавшиеся покинуть здание, жаловались на то, что пожарные выходы из разных помещений были заблокированы. И им никто не помогал. Эту информацию сейчас проверяют. Большой вопрос, как можно отсюда уехать, потому что такси не вызывается, все отцеплено. Приходится стоять вот так вот, практически на проезжей части. До сих пор вертолеты пытаются подушить пожар. То есть несколько вертолетов сгибают. До сих пор дым. Уже подъезжая к корпусу, чувствуется запах гали. Людей пытаются оттеснить подальше от концертного зала. Вот сейчас попробуем подойти в пульт так максимально близко, как это возможно. Вчерашняя трагедия – самый крупный по числу жертв теракт в центральной части России за последние 22 года. Мы все помним захват чеченскими боевиками заложников в Москве в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Тогда в ходе штурма здания театрального центра по официальным данным погибли 130 заложников. На данный момент нет достоверной информации об организаторах и исполнителях вчерашнего теракта. В половине первого ночи сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что ответственность взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Это сообщение исходило от некого агентства АМАК, близкого к ИГИЛ. Агентство также сообщило, что участникам теракта удалось скрыться. Позже во многих СМИ, в первую очередь российских, эту новость назвали фейком. От самого ИГИЛ по официальным каналам заявления не было. Но версию с ИГИЛ поддерживают американские источники, в частности телеканал CBS и New York Times. Они ссылаются на некие разведданные, подтверждающие причастность исламского государства. Американские чиновники заявили журналистам, у них нет оснований сомневаться в этих данных. Есть также информация о том, что за атакой на Крокус может стоять относящаяся к ИГИЛ движение «Виллаяд Харасан». В сообщениях американских СМИ, в частности, говорится о том, что США заранее предоставили России разведданные о готовящемся теракте. В этой связи многие вспоминают о том, что незадолго до теракта американское посольство предупредило своих граждан об угрозе теракта и рекомендовало избегать скопления людей. Телефон набирается, что не надо нам ничего показывать. Если не ИГИЛ, то тогда кто? В некоторых провластных телеграм-каналах и СМИ была высказана версия о причастности к теракту украинских и западных спецслужб. Сообщалось также, что к нападению на Крокус имеет отношение воюющий на стороне ВСУ русский добровольческий корпус. Но эта версия на данный момент не получила подтверждения. В первые часы после трагедии США и Великобритания, как и большинство западных стран, осудили атаку в концертном комплексе. А Украина дважды. Сначала устами советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подолека, а позже представителя главного управления разведки и Минобороны заявила о непричастности к теракту. Сегодня в районе 10 утра появились сообщения о том, что белое Рено, в нем предположительно находились террористы, был замечен в районе деревни Хацун, Крачевского района Брянской области. Позже в нескольких телеграм-каналах последовало уточнение. Автомобиль якобы ехал в сторону границы с Украиной. Машина в ходе преследования перевернулась, завязалась перестрелка. Двоих находившихся в ней людей удалось задержать сразу. Известно имя одного из них. Это 19-летний уроженец Душанбе Мухаммад Сабир Файзов. Чуть позже появились данные о задержании двух других подозреваемых. В салоне Рено обнаружили пистолет ПМ и магазин к автомату Калашникова. В посольстве Таджикистана заявили, что не получали от российских властей информации о причастности к теракту своих граждан. Но позже появилась информация о том, что все задержанные по подозрению в теракте граждане России. Правоохранительные органы распространили видео, где один из задержанных признается в расстреле людей. Еще раз давай фамилию, имя, отчество. Харидуни Шамсидин. Год рождения? 1998 году. Что дело в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему? Людей. Утром глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в Крокусе. Президент России прокомментировал теракт на следующий день. В своем телеобращении он рассказал о расследовании и обратил внимание на то, что подозреваемые в совершении теракта двигались по направлению к границе с Украиной. Все четверо непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. 24 марта объявляю днем общенационального траура. Информационный портал The Bell сообщает о том, что безопасностью Крокус Сити Холла занималась государственное унитарное предприятие «Охрана». Это вневедомственная организация Росгвардии. Согласно базе «Спарк», эта компания была одним из крупнейших контрагентов Крокус Сити Холла. Похоже, что охрана комплекса не имела огнестрельного оружия и, по предположению журналистов базы, была вооружена лишь дубинками и электрошокерами. Также вполне возможно, что стоявшие на главном входе охранники были убиты одними из первых. Напомню, что нападавшие использовали автоматическое оружие. Если судить по найденному в концертном зале оружию, нападавшие использовали автомат АК-12 или переделанный для стрельбы очередями гражданский карабин. По информации Следственного комитета, во время атаки могли быть использованы коктейли Молотова. Мэр Москвы сообщил, что пострадавшим в теракте выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Как я уже говорил, в момент, когда произошло нападение, в Крокус-Сити-Холле должна была выступать группа «Пикник». Артисты не пострадали во время стрельбы, они находились в гримерке и затем успешно оттуда выбрались. Мы даже не поняли, что стреляют. Думали, не те спецэффекты сработали, рассказал один из музыкантов группы. Далее он рассказывает, все произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы. Среди зрителей было немало известных людей. Один из них – спортивный комментатор Виктор Гусев. Он вместе с женой находился внутри Крокус-Сити-Холла в момент начала теракта. Паре удалось выбраться. На концерт пришел и актер Сергей Светлаков. Ему также удалось спастись. «Мы живы! Всем здоровья! Соболезнования всем, кто пострадал! Это был ужас!» – написал артист в соцсетях. В список погибших ошибочно внесли пришедшую в Крокус Евгению Рюмину, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой. Документы Евгении во время эвакуации выпали из сумки. Она жива и невредима. А теперь несколько слов о месте, где произошел теракт. Крокус-Сити – это крупнейший актив бизнесмена Араза Агаларова. В него, помимо концертного зала Крокус-Сити-Холл, входит выставочная площадка Крокус-Экспо и торговый центр Крокус-Сити-Молл. По данным газеты «Ведомости», владелец комплекса вместе с сыном Эмином прибыл к зданию концертного зала вскоре после первых сообщений о теракте. Крокус-Сити-Холл – одна из самых известных и престижных концертных площадок Москвы. С большим залом-трансформером, в котором можно было увеличивать количество зрительных мест. На его главной сцене выступали мировые звезды классической и поп-музыки. Какова дальнейшая судьба этого здания и этой сцены, а она получила критические повреждения во время пожара, пока неизвестно. Говоря об этом теракте, западные журналисты вспоминают расстрел зрителей парижского концертного зала «Батаклан». Эта трагедия произошла в 2015-м. Очевидно, что меры безопасности у нас в Москве по итогам теракта будут сопоставимы с тем, что происходило после захвата чеченскими боевиками заложников в Москве в театральном центре на Дубровке в октябре 2002-го. В первые часы после теракта была усилена охрана всей транспортной инфраструктуры. В метро поздно вечером и с утра проводились досмотры. Следует отметить, что авиасообщение из столичных аэропортов не было приостановлено. Сначала в Москве, а затем и в других российских городах стали отменять концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Были сразу закрыты некоторые столичные торговые центры. Часть из них до сих пор не открыли свои двери. Во многих вузах, и не только в Москве, было предложено временно проводить занятия в режиме онлайн. «Автодор» предупредил водителей об усилении мер безопасности на всех федеральных трассах. В Москве на дорогах больше, чем обычно, сотрудников ДПС, но серьезного усиления пока незаметно. В московском Сити, где мы работаем, также нет дополнительных постов и ограничений в движении. О том, что происходит возле Крокус Сити-Холла в данный момент, передает мой коллега, журналист контекста Илья Егоров. Уже за полтора километра до Крокуса образовывается огромная пробка. То есть на машине вообще практически бессмысленно сюда подъезжать. Вот просто можно выходить и идти по проезжей части. Вот так выглядит здание Крокус Сити-Холл сегодня днем. Территория от Крокус Сити до Крокус Экспо отцеплена. Сотрудники полиции туда не пускают. У ограждения возле Крокуса Сити-Холла возник такой стихийный мемориал. Люди идут возлагать цветы. Это ужасный террористический акт, которому нет прощения. Это наша общая трагедия всей страны, Москвы, москвичей, Московской области, всех наших субъектов Российской Федерации. Хочется сказать, что нас не запугать. Нам не страшно. Мы не боимся. Мы продолжаем следить за ситуацией и собирать свидетельства очевидцев. И будем публиковать всю новую информацию здесь, на YouTube-канале «Контекст». Смотрите нас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok